действительно есть действительно разные фазы и в этих фазах самое важное понимать что происходит потому что если ты понимаешь что что за фаза у вас сейчас а у отношений ты не начинаешь думать плохие вещи вот как знаменитая история между вини пухом и пятачком когда этот вини пух из это идет его пятачок и вини пух пятачку бах по башке пятачок что такое вини что вини идешь свинья тут думаешь про меня дальше не очень цензурно вот значит действительно мы начинаем надумывать мы находим мы пытаемся найти объяснение происходящему не понимаю динамику вот этих отношений а просто мы считаем что партнер неправильно себя ведет или с нашими чувствами что-то случилось ну понятно что когда у вас букет на конфетный период кого друг друга узнаете у вас больше общения больше каких-то совместных мероприятий больше секса больше того сего 5 10 но это фаза она такая вот дальше вот этого буйства будет спад это нормально но можно же решить все ты меня любишь или там вообще это дети не нужен и так далее ну то есть и дальше не понимаю что о чем идет речь люди начинают неправильно интерпретировать происходящее предъявлять друг другу претензии и и мало того что кризис мы еще этот кризис как бы у контрапупим так сказать и в сортире их замочим так сказать все у нас мы можем вот да поэтому значит первое что нужно понимать что кризисы которые вы переживаете а это но много фаз разные моменты вот мы на нашем курсе у нас же есть пары которые только сошлись пары которые уже очень долго вместе там и так далее и это всегда разный разный квест вот и и нужно понимать что это за фазы и каковы правильные действия поэтому первое что я бы рекомендовал это не пытаться оценивать качество своих отношений исходя из какой-то абстрактной линейки как должно быть да ну понятно что если у пары появился ребенок например это испытание да ну потому что во первых это физиологический стресс для матери первую очередь это физиологический стресс для сна потому что сон так сказать мы начинаем жить по не своему графику так сказать да значит это появляются родственники которые начинают набегают до этого их там было не дозваться сейчас у них у всех есть мнение по поводу всего происходящего там и так далее то есть меняющиеся обстоятельства жизни вот которые способны существенно или сблизить партнеров или удалить их друг от друга да вот поэтому мы должны всегда учитывать контекст в котором происходит вот если там вроде бы все хорошо понимаете но вот там мужчина заскучал то что работа которую он делает она так сказать ну задолбала его ну то есть там как бы все но но как бы да и ему хочется развиваться хочешь чтобы с ним что-то происходило там и так далее вот если это не становится нашим общим пониманием проблемы то женщина начинает интерпретировать это как его плохое отношение к ней да у женщины может развиться депрессивный эпизод по каким-то причинам мужчина начинает репетировать этот как то что она его перестала любить как бы и он с этим значит и выкатывает претензий поэтому очень важно значит вот знать периоды до второе научиться понимать контекст в котором находится ваш партнер до исходя из чего он делает свои выводы почему так решает там и так вполне возможно что проблемы не в отношениях проблема в более общем контексте который ну не нравится тебе до работы как бы а ну а для него это да и надо это этот контекст тоже понимать